Смотрите, очень сложно рассказывать о законодательстве персональных данных юристам, которые никогда с этим не сталкивались. В Беларуси еще не было закона о персональных данных, а там появляются новые субъекты всех этих отношений, появляются новые права, новые обязанности. И, в общем, даже юристам это сложно рассказывать. Что я сегодня попытаюсь сделать за эти оставшиеся 20 минут? Возможно, ввести просто в какой-то курс дела, попытаться рассказать об этом, как бы я рассказал это, не знаю, своей маме, своему папе, что они смогут сделать, когда этот закон будет, наконец, принят. Может быть, если у вас прямо сейчас есть какие-то ситуации, вы говорите, а вот защитит ли меня закон вот в такой ситуации или нет. Например, рекламные рассылки вас волнуют? Ну вот когда к вам приходит что-то, а вы на это не подписывались. Звонки рекламные. Ага, есть. Еще какие-то ситуации? Не знаю, к нам обращались многодетные семьи, которые волнуются, что создается какой-то реестр, какая-то база данных многодетных семей, они не понимают зачем, а у них спрашивают эту информацию. Та же история, в принципе, в школе. То есть у них дают какие-то большие анкеты и говорят, заполните информацию, начиная от вашего идентификационного номера и заканчивая тем, где ваши дети проводят лето. Бывает и такое. Еще что? Вот. Рекламная информация. Когда вы вроде заказали услугу, а вам кроме этой услуги еще начинает какая-то реклама валиться. Вот. И про вас, да, в общем, ваш адрес используют не по назначению. Вот я попробую все-таки на этих вопросах остановиться. Но сначала скучная информация о том, где же сейчас этот законопроект, который мы должны были бы сегодня уже обсуждать как закон. Но во втором чтении он еще не рассматривался. И кажется, нам обещают, что его будут рассматривать весной. Если все будет хорошо, то мы все-таки его получим. Тот законопроект, на котором я основывал свою презентацию, это то, что было ровненько к первому чтению представлено. Там были какие-то изменения, но у меня актуального текста пока нет. Во втором чтении точно будет измененный проект, потому что, в общем, разные наши коллеги из разных госорганов точно вносили туда какие-то предложения. Ну, как минимум, единственное публичное, что из этого просочилось, это то, что при подготовке ко второму чтению его переименовали. Раньше это был законопроект о персональных данных, сейчас о защите персональных данных. Насколько это повлияет на наши с вами права и свободы? Ну, давайте посмотрим. Подождем. Да, в общем, весна. Мы ждем этой сессии, на которой будет принят закон во втором чтении, потом подписан президентом. Что будет дальше? Дальше будет один год. То есть у GDPR, а я не на том треке, у европейского регламента по защите персональных данных, там было два года на внедрение всех правил. У нас будет один год, но как минимум у нас есть хороший опыт того, что происходит с этим в Европейском Союзе. Белорусский закон, мы в шутку, нет, не в шутку, мы, в общем, его пытаемся программировать тем, что мы говорим. Мы называем белорусским GDPR, потому что мы надеемся, что там будет, ну, как минимум, близкий к европейскому уровень защиты наших прав. Что появится нового? Для юристов это очевидно, да, новые слова, на которых можно зарабатывать новые деньги. Мы будем с вами называться субъектами данных. То есть вот наша личная информация, да, а мы как источники этой информации, мы, значит, субъекты данных, и у нас будут операторы данных. Операторы данных – это те, кто определяют цель сбора этих данных. То есть, например, когда вы заказываете пиццу и вас просят заполнить анкету. Вы заполняете анкету, да, там, имя, домашний адрес, адрес электронной почты, телефон, еще что-то. В общем, оператор – это, собственно, как бы то юридическое лицо, ну, или тот человек, который у вас запрашивает эту информацию и определяет, зачем эта информация им нужна. Плюс к этому, да, будет вот это согласие на обработку и другие основания для обработки персональных данных. В общем, не надо рассчитывать на то, что как только будет закон принят, то на всю обработку наших персональных данных у нас будут спрашивать согласие. Есть случаи, когда это согласие требуется, есть случаи, когда есть другие основания. Какие основания это могут быть? Ну, например, если у нас есть контракт с кем-то. Мы берем кредит в банке, оставляем там свой персональный номер, да, оставляем там какие-то сведения там об адресе нашего проживания и так далее. Мы не можем не согласиться на предоставление этой информации. Или, например, запретить обработку. Потому что, ну, вот как только вы скажете банку, а удалите обо мне все сведения, банк ответит, а сначала заплатите по кредиту, чтобы мы хотя бы знали, если что, куда обращаться. Поэтому, да, согласие это не единственное основание. Плюс к этому все, что касается оперативно-розыскных действий и так далее, ну и прочих публичных функций государства, нотариат, какие-то еще вещи там связанные с регистрацией, введением государственных баз данных. Там чаще всего согласие не будет требоваться. Плюс это обычная для белорусских законов оговорка о том, что и в иных случаях, когда это предусмотрено законодательными актами. Так что мы все чаще и чаще сейчас будем видеть вот в этих документах такой вот сбор персональных данных ведется без согласия. Мы ждем, что возможно этой нормой будут злоупотреблять и согласие стараться не спрашивать вообще. А это если мы говорим о государственных органах. Если мы говорим о коммерческих организациях, то все-таки у нас здесь достаточно сильная, ну как-то сильная позиция, как у людей, которые хотят отстоять свои права. То есть для коммерческих организаций, как правило, исключений не будет. То есть для большинства случаев согласие будет нужно. Вводится понятие специальных персональных данных. Мы к этому позже вернемся. Это чувствительные данные, распространение которых может нам навредить достаточно серьезно. Есть определенные ограничения, которые связаны с трансграничной передачей данных. И вводятся новые основания и новая ответственность за нарушение законодательства. И впервые, ну как бы больше госорганов, это не всегда хорошо. У нас же дебюрократизация. Но тем не менее, в законном проекте точно появилась норма о том, что будет учрежден какой-то орган, уполномоченный орган по защите прав субъектов в связи с обработкой персональных данных. Что это будет, еще непонятно. Но мы к этому еще тоже вернемся. В смысле, будет ли это отдельный орган, как во всех европейских странах, либо это будет часть во всех странах Евросоюза, я бы так оговорился. Либо это будет часть какого-либо из министерств. Это еще большой вопрос. Ну, по крайней мере, вот этим ребятам нам нужно будет писать все жалобы, как только правила закона вступят в силу. Нового много. Насколько это будет работать, это большой вопрос. Потому что мы видим практику соседних стран и практику каких-то более далеких стран, но с похожим правовым контекстом. И вот мы видим, что далеко не с первого года эти правила начинают работать. Иногда должно пройти какое-то время, когда в обществе формируется запрос на то, чтобы защищать свою приватность. И когда государственные органы тоже к этому готовы и могут эту защиту обеспечить. Мы надеемся, конечно, в Беларуси пойдет чуть быстрее все. Тем более у нас есть, кажется, интерес к этому со стороны общества. Да, я говорил о чувствительных данных. То есть мы же понимаем, что есть разные персональные данные. Есть данные, которые нам несложно кому-то сообщить. Во всех социальных сетях они уже распространены. Где-то, допустим, у каждого госоргана они есть. Имя, фамилия. Для нас не так чувствительно, если эта информация будет где-то распространяться. Но есть данные, которые более чувствительны. Например, то, что касается расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных убеждений, других убеждений, здоровья, половой жизни, судимости. Есть, что важно, биометрические и генетические персональные данные. То, о чем сегодня неоднократно говорили, система распознавания лиц и так далее. В этой ситуации все эти данные относятся к специальным. И это значит, что на них накладываются дополнительные ограничения для обработки. Все действия, которые перечислены в законе, со специальными персональными данными, не могут проводиться без предварительного согласия. То есть, например, для того, чтобы… Да, у нас вот есть… Да, есть фитнес-клуб, в который можно пройти по отпечатку пальцев. Вот это как раз-таки биометрические данные. И для того, чтобы обрабатывать эти данные, нужно будет получить наше согласие. Но при этом информировать нас полностью о том, как эти данные будут использоваться. По поводу согласия, которое является основным таким поводом для обработки наших данных, у нас точно так же, как, например, в том же общем регламенте Европейского Союза, закреплено, что это согласие должно быть свободным, конкретным и информированным. Что такое свободное? Свободное согласие – это когда нет такого, что проставленный чекбокс, который нельзя убрать, я такой вот читаю, как это, пользуясь нашими услугами, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. То есть, такого точно быть не должно. Это не должно быть… Это согласие не должно быть увязано с оказанием услуги. А если эта услуга не может быть оказана без обработки персональных данных, то вообще у нас может быть… Я сейчас снова начинаю все эти юридические штуки, да, наверное, они не так интересны. Ну, в общем, очевидно, что для того, чтобы исполнить контракты некоторые, нужно будет обрабатывать персональные данные. Но, к примеру, те вещи, которые касаются рекламных рассылок, тот вопрос, который был, нельзя оказать вам услугу и автоматически использовать все ваши контактные данные для того, чтобы рассылать вам рекламные сообщения. То есть, если вы не дали согласия на эту рассылку, то их использовать нельзя. И вас не могут заставить дать это согласие. То есть, это согласие должно быть добровольным. Конкретным оно должно быть четко выражено. То есть, да, нельзя использовать такое подразумеваемое согласие. То есть, вас должны четко спросить, при этом предварительно проинформировать о том, какие последствия у этого могут быть. Информированное согласие, это как раз таки значит, что у каждого вот этого обработчика персональных данных, у каждого оператора персональных данных должна быть публично доступная политика приватности. То есть, документ, который полностью описывает ваши права, описывает, какие данные собираются, для каких целей они собираются, на какой срок они собираются, кто это делает, причем достаточно конкретно, да, то есть, с адресами и контактными данными тех, кому можно направлять жалобы. И прочая информация, да, то есть, там в законопроекте, по крайней мере, есть перечень информации, которая точно должна быть в этой политике приватности. И это должен быть публичный документ. Ну, то есть, по тому типу, ну, если вы посещаете, скорее всего, вы это делаете. Сайты, которые находятся в Европейском Союзе или ориентированы на европейских пользователей, то чаще всего вы получаете это уведомление и ссылку прочтите нашу политику приватности. Вот что-то похожее будет в Беларуси. Насколько это будет работать, зависит от, вот помните, да, на предыдущем слайде был уполномоченный орган по защите персональных данных. Насколько они будут это контролировать, и мы с вами, кстати, тоже, настолько же, ну, настолько это правило будет работать. Права, которые дает нам закон. Ну, собственно, это то, чем мы с вами будем пользоваться в первую очередь. Мы сегодня не будем говорить, по крайней мере, вот на этой площадке, не будем говорить, какие обязательства и обязанности будут у операторов, да, тех, которые собирают ваши данные. Но зато мы поговорим, что мы можем от них требовать. То есть, когда вы передаете кому-то свою персональную информацию, вы точно имеете право на получение от оператора информации о своих правах, связанных с персональными данными. Это может быть в форме уведомления какого-то, ссылки на политику приватности и так далее. Вы должны четко представлять или иметь, по крайней мере, ну, никто же не считает? Кто считает политики приватности? Я признаю, что я это делаю. Кстати, это такой немного офф-топ, но, кстати, тоже про рассылки. Когда вы подключаетесь к публичным сетям, сетям Wi-Fi, чаще всего они как бы… там есть оператор мобильной связи или там стационарной связи, который обеспечивает эту услугу. И там вот эта политика… ознакомьтесь наши там с правилами использования и так далее. Там вот в том числе есть про персональные данные. Так вот, ладно, не читайте то, что там написано, потому что вы на это все равно не сможете повлиять, но если дочитать до конца, пролистать до конца, там внизу, как правило, я почти у всех это видел, проставленный чекбокс о том, что ваши данные будут использоваться для маркетинговых целей. И этот чекбокс можно убрать. Вот вам лайфхак. Как уже сейчас, можно защитить свои права. Да, вы будете иметь право давать согласие на действия с персональными данными и в том числе отзывать это согласие. То есть, если вы предоставили свои персональные данные какой-то организации и хотите, чтобы информацию о вас удалили, вы можете отозвать это согласие. Ну и если нет каких-то других оснований для обработки, то они будут обязаны это сделать. То есть сейчас, например, таких правил нет. Вы можете ознакомиться, вы сможете ознакомиться со своими персональными данными. Несмотря на то, что эта норма фактически закреплена у нас в Конституции, я не слышал, чтобы она как-то серьезно использовалась на практике. Но вообще-то вы имеете право получать информацию, которая собирается о вашей личной жизни от тех, кто ее собирает. Вот здесь это право будет очень четко закреплено. Есть еще перечень прав, которые, например, вы имеете право знать, вы имеете право знать о том, что ваши персональные данные передаются третьим лицам. То есть тем, с которыми у вас никаких контрактов нет и про которых вы вообще до этого ничего не знаете. Ну, например, если кто-то решит продать ваши данные, то, например, вы должны будете дать на это согласие. А так просто эти данные передать нельзя. Ну и в том числе, да, если обработка ведется где-то за рубежом, вы тоже должны получить уведомления, а во многих случаях и у вас должны спросить отдельное согласие. Да, и вы можете требовать прекращения действий с персональными данными. Например, если их обрабатывают для других целей, не тех, которые вам называли изначально. Ну, к примеру, самое простое, снова пример рекламных рассылок. Вы давали свои персональные данные для того, чтобы вам доставили пиццу, а не письмо с какой-то навязчивой рекламой. То есть если вам приходит эта навязчивая реклама, вы, естественно, можете потребовать удалить ваши данные и прекратить обработку персональных данных. Заключен договор на что? Мне сказали, что можно получать договор с одним заключением, и тогда ты можешь сделать с проблемой. А, это другая история. Вот то, что у нас, например, рекламные рассылки операторов, насколько я знаю про механику этого всего, то есть они не передают персональные данные кому-то, они продают фактически сведения об этой аудитории. То есть вы можете заказать рассылку там, не знаю, на лиц мужского пола там 31-35 лет, которые проживают вот в таком-то районе или, например, которые посещают посещают вот это вот место, например, по пятницам и заказать рассылку на них. И вы, заключая договор с операторами, мобильными операторами, вы даете согласие на использование данных в таких целях. В общем, можно говорить о том, что когда закон будет принят, вы можете это с согласия отозвать. И тогда, например, вам не будет приходить это... Ну как, написать... Вот, кстати, это тоже интересная история, к сожалению. К сожалению, это интересная история, потому что законопроект в том виде, в котором он сейчас вот написан, требует, чтобы для того, чтобы вообще направить какое-то заявление оператору персональных данных, вам нужно это сделать в письменном виде, в том числе подписаться, короче, в бумажном виде. Ну, это за исключением случаев, когда вот вы в электронной форме передали персональные данные, то есть тогда можно там через личный кабинет или еще как-то это сделать. Ну вот в случае с мобильными операторами, например, как бы чаще всего... Ну, опять же, посмотрим, как это все будет в итоговом законопроекте, в итоговом тексте, но возможно придется писать письмо, нести на почту и отправлять. Да, и можно обжаловать действия, бездействия и решения оператора, связанные с обработкой персональных данных. Здесь, ну, как бы, куда можно обжаловать? Можно обжаловать, ну, и, собственно, в как-то вышестоящий государственный орган, если речь идет об обработке в государственном секторе, либо это можно делать уполномоченному органу, когда он у нас все-таки появится. Плюс есть, да, есть вопрос ответственности. Сейчас у нас есть административная статья, да, разглашение коммерческой, но и охраняемой законом тайны. Да, там, либо разглашение персональных данных. Так вот, в этой ситуации, что такое разглашение? Это когда вы опубликовали эти данные и просто распространили для всех. То есть, эта ответственность не распространяется, когда, например, маркетолог одной фирмы передал базу данных маркетологу другой фирмы, потому что это уже не разглашение, это передача. И вот, например, эта статья не будет распространяться на такие случаи. Поэтому нам точно нужно, нам нужно менять, дополнять кодекс об административных правонарушениях новыми статьями, которые будут касаться конкретно нарушения законодательства о персональных данных. В принципе, насколько я знаю, разговор об этом есть и что-то готовят. Собственно, из уголовной ответственности у нас есть только вот этот раздел, который против информационной безопасности. Ну, что ж, там нет конкретной, ну, как-то, нет конкретной ссылки на нарушение законодательства о персональных данных. Но есть, ну, есть определенные, определенные статьи, которые, если среди данных, которые были там взломаны, которые были, если произошла какая-то утечка там с уголовным составом, то, в принципе, это будет попадать в рамки уголовного уголовного кодекса. Ну, опять же, есть незаконный сбор информации о частной жизни. И это значит, что, ну, эта статья практически не применяется. То есть она не применяется в тех случаях, когда есть вот нарушение правил обработки персональных данных. Да, она применяется, когда идет незаконная прослушка, она применяется вот таких, ну, условно, оффлайновых историях. Но, ну, да, незаконная слежка, но при этом, если это будет, опять же, маркетолог маркетологу, либо когда о вас соберут базу данных там из миллиона, из миллиона параметров, и вам об этом не сообщат, и сделают это без вашего согласия, это все равно никак не будет попадать под кодекс. Есть гражданско-правовая. То есть в уголовном кодексе, возможно, нам тоже что-то нужно такое для самых выпивающих случаев, чтобы такая ответственность была. Особенно, если это причиняет, ну, если это наносит вред, ну, серьезный вред нашим правам и свободам. Ну, например, массовая система камер наблюдения с функцией распознавания лиц. Это огромная база данных, очень чувствительная информация, которая может сказать о том, где вы ходите, чем вы занимаетесь и так далее. Так вот, если такая информация используется не по назначению, не так, как она прописана в нормативных актах, вот мне кажется, как раз в этом случае было бы очень здорово иметь такую защиту от таких действий в виде статьи в уголовном кодексе. Вот. И последнее, что у нас есть, последнее, но, скорее всего, самое действенное, это гражданско-правовая ответственность. То есть если при утечке данных, либо при передаче незаконных данных, либо даже там при сборе и обработке вам нанесен какой-то вред, вы можете там требовать возмещения этого ущерба, если сможете доказать, что он есть. Кроме этого, законопроект вводит хорошую, очень хорошую статью, которая говорит, что даже если какого-то ущерба нет, по крайней мере, вам не надо его доказывать, моральный вред может быть возмещен. То есть это значит, что в любой ситуации, в которой произошла утечка, вы можете идти в суд. И в любом случае вам не надо доказывать ничего, кроме того, что у вас есть моральный вред. Как это делается, вам любой юрист расскажет, как вам нужно будет описывать, особенно если это действительно произошло так, что вы теперь не спите по ночам или не боитесь пользоваться сервисами, которые собирают ваши персональные данные. Ну, что это будет? То есть насколько это будет действенная ответственность? Ну, посмотрим давайте. Как минимум в законопроекте эта форма ответственности закреплена. Ну и опять же, уполномоченный орган по защите наших персональных данных, как только он появится, сможет, например, запрещать обработку. То есть даже если они не смогут привлечь к ответственности какого-то из операторов, они смогут просто запретить пользоваться персональными данными. Ну, фактически, например, наложить запрет на такую бизнес-модель, которая не соответствует законодательству. Или запретить трансграничную передачу данных. В общем, чтобы резюмировать наш такой короткий, немного скомканный разговор, я бы сказал так, что закон, ну и собственно, закон ничего не решит сразу же, но даст нам хотя бы возможность, которой сейчас у нас вообще нет, начинать этот разговор и пользоваться нашими правами. Потому что сейчас мы даже не можем, ну скажем, мы не можем даже обратиться с иском в суд, потому что оснований для этого иска не хватает, как правило. Практика начнет формироваться только когда появится закон. Поэтому у нас на него такие надежды. Ну, опять же, не надо ждать, что как только он появится, вдруг резко ситуация изменится, и мы заживем совершенно в другом обществе. На это потребуется какое-то время. Ну и давайте поговорим об этом, не знаю, на десятом Privacy Day. Спасибо. Если есть какие-то конкретные вопросы, то давайте на берто. Так, что у нас сейчас происходит? У нас сейчас будет начинаться то, что та часть, самая интересная, возможно, часть нашего сегодняшнего дня. Это Бирток. Что такое Бирток? Это неформальная дискуссия, которая будет включать практически всех желающих, всех, кто захотят высказаться, будут иметь такую возможность. Бирток проводится в формате, в таком, как это, в открытом формате. То есть у нас не будет заготовленных спикеров и не будет заготовленных тем. Мы будем говорить о том, что сегодня произошло и что волнует каждого и каждую из нас. Сейчас нам нужно примерно, сколько, примерно 10 минут, 5-5 минут на то, чтобы здесь оформить пространство. Через 5 минут мы ждем вас здесь, чтобы его начать, и модератор нашей дискуссии расскажет про конкретные правила, как это будет. В том числе тут уже начинают выставлять напитки, потому что, да, неформальное общение, в том числе по желанию проводится вместе, ну как-то, под пивком. Давайте попробуем. В прошлом году получилось очень неплохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Знаешь что? Нам нужно уйти отсюда, здесь слишком громко. Можем пойти в соседнюю комнату и там записать. Хотя как мы запишем там? Тогда давайте дожидаться, пока все закончится, а потом записываем. потому что мы не запишем нормальный видеоотзыв при таком количестве звуков. Мы не запишем нормальный отзыв при таком количестве людей. Зачем повторять те же ошибки? Дождемся, пока закончится, потом запишем. Поснимаем какой-нибудь для... Ты сейчас, кстати, звук записываешь. Хорошо. Тогда... Сейчас приостановить запись. Спасибо. 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 Спасибо.